Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Надеюсь, что все недавние праздники, и Хэллоуин, и День Народного Единства, и День Великой Октябрьской Социалистической Революции прошли у вас весело, задорно, продуктивно и без всяких последствий. И даже надеюсь, что вы уже успели отдохнуть от праздников. А вот нам отдыхать было некогда. Ну так, сходили пару раз в хорошие рестораны, на выставку Энди Уорхола в музеон, да на один спектакль в мастерскую Петра Фоменко. А то все трудились, не покладая рук, так как готовили вам очередную песню и клип на нее. Как все у нас получилось судить вам. Но я надеюсь, что слишком строго судить не будете. Ну а если и осудите строго, то я только скажу вам спасибо за объективную и конструктивную критику. Так как уверен, что после моих лекций о нашей российской музыкальной критике и не менее российской музыкальной журналистике, многие любители рок-музыки уже четко отличают конструктивную критику от злобного лая из кустов, от обывательского критиканства или от нецензурных матерных оскорблений. А то раньше бывалыча гавкает-гавкает из анонимного аккаунта какой-нибудь очень большой специалист в области рок-музыки, никак угомониться не может, аж с цепи срывается. Но как только вежливо и интеллигентно ответишь ему на его нецензурную брань, или задашь простейший теоретический вопрос про критерии так горячо любимого им стиля, так он сразу же начинает визжать, что я перехожу на личности и оскорбляю его девственную умственную невинность. Поэтому критике я всегда рад, и даже отвечаю на нее поэтично, стихами. И всегда с нетерпением жду любые ваши комментарии. Ну а сейчас я немного расскажу о нашей новой песне. Это эпичное, монументальное, аж трех с половиной минутное произведение на одну очень животрепещущую тему, которая трепещет уже много-много столетий, а все никак трепыхаться не перестанет, все актуальности свои не теряет, только антураж вокруг нее меняется. Вот и я решил эту тему подхватить и слегка актуализировать новыми словами и понятиями. Я же много раз говорил, что наш новый хард-рок – это тот же самый старый добрый хард-рок, все с теми же гармониями и подходами, но только с новым звучанием, и самое главное – с новым осмыслением старых забытых истин. Так что ничего нового я вам не скажу, но зато, надеюсь, скажу об этом по-новому. В этой песне я рассуждаю о том, кому лучше доверять – вождям, лжецам, подлецам или мошенникам. И чему лучше доверять – делам или словам, глазам или ушам. А также рассуждаю о том, насколько высоки наши шансы стать в этой жизни успешным человеком, если мы верим не в свои силы и мозги, а в чью-то помощь, в чьи-то слова и в чьи-то умственные способности. Вот такая забавная песенка. Больше мне о ней сказать нечего. Поэтому перехожу к традиционному бахвальству коллекционера. Ведь для чего коллекционер собирает что-либо? Правильно, чтобы потом похвастаться своим собранием каких-нибудь редких экземпляров чего-нибудь. И насладиться этим обладанием. Но я не такой, я совсем не такой, я не хвостун. Не подумайте обо мне так плохо. Я совсем не хочу тешить свое тщеславие и хвастаться еще одной гитарой из моей коллекции. Я просто расскажу вам про этот инструмент, который помогал мне при записи этой песни. И на который у меня вся надежда, что он поможет мне вырваться из тяжелейшей жизненной ситуации, в которую я попал, в ситуации, когда не знаешь, куда и деваться. Меня ж постоянно ругают всякие продвинутые хэви-метал-попсы-шансонщики по всяким очень серьезным поводам. То я микрофон неправильно держу, то очки у меня некрасивые, то музыка им не такая тяжелая, то я играю не так, то гитара у меня отвратительно звучит. Прям под лавку загоняют окаянные своей критикой. Отбиться никак не могу. Вот поэтому я и решил попросить помощи у этой прекрасной гитары, чтобы она подыграла мне в этой моей новой песне, чтобы наконец-то успокоить этих больших специалистов в области тяжелой рок-музыки, которые достаточно крупной стаей лают на меня со всех сторон. Поэтому я возлагаю большие надежды именно на этот инструмент, а не на подписные гитары Джимми Пейджа из Led Zeppelin или Малхольма Янга из ACDC, которые я вам уже показывал в те разы, но которые мне так и не помогли. Да потому что эти гитаристы играли классический хард-рок, а здесь надо что-то потяжелее, что-то из настоящего хэви-метала. Так вот, это как раз такой инструмент. Это подписная гитара Рихарда Круспе, или еще по-другому Рихарда Зетт, гитариста из немецкого вокально-инструментального ансамбля «Рамштайн». Когда-то, 25 лет назад, меня поразило звучание его гитары. И я уверен, поразило не только одного меня. Такого мощного звучания гитар до этого в хэви-метале не было. На мой взгляд, Рамштайн оказали очень сильное влияние не только на звучание отдельных коллективов, но и на дальнейшее звучание всей тяжелой рок-музыки. Я уже рассказывал об этом, но повторюсь. Одни мои знакомые музыканты из Днепропетровской рок-группы «Ток» специально ездили на концерты «Рамштайн», брали билеты в фан-зону, подходили максимально близко к сцене, чтобы понять, какие гитары используют гитаристы, какие микрофоны подзвучки используют, какие применяют усилители, узнавали также, какие они используют педали, чтобы создавать такой прекрасный звук. Я должен сказать, днепропетровцам удалось такой звук воссоздать. Я, конечно, за таким звуком не гоняюсь. У меня свои представления о том, как должна звучать гитара в моих песнях. Но тогда я тоже был под впечатлением от этого мощного, тотально мощного звука. Поэтому мне захотелось иметь в своей коллекции гитару этого достойного музыканта. Это гитара знаменитой фирмы ESP, модель Eclipse, подписная серия Рихарда Зетт, называется RZK-2, что расшифровывается как RZK-2. Дизайн и цвет гитары его любимый, burnt, то есть обгорелый или обожженный. Ну что могу сказать? Прекрасный инструмент, очень удобный в игре, прекрасно держит строй, ну а звучит просто великолепно. И я надеюсь, что звучание этой гитары в моей новой песне, которая называется «Шансы твои невысоки», очень сильно повысит мои шансы отбиться от хэви-метал-попса-шансонщиков. Но насколько эта гитара поможет мне отразить атаки этих больших специалистов в области подражательства, эклектики, пошлости и акина, мы с вами сможем узнать, только почитав комментарии под этим клипом, премьерный показ которого состоится 11 ноября в 19.30. На сегодня все. До свидания, друзья!